Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с Екатериной покажу вам самый простой и в то же время, как мне кажется, самый вкусный рецепт салата морковки по-корейски, или как сами корейцы ее называют, морковь-ча. В принципе, вариаций данного салата предостаточно. Морковка с фунчозой может готовиться, с рисовой лапшой, да? Морковь может готовиться с мясом, который маринуется, морковь-ча с мясом называется, но мы сегодня приготовим классический рецепт морковки с... ну, все, что понадобится нам необходимо. У нас здесь морковка такая коряйненькая, ну, какая есть в магазине, я выбрал лучше, пожалуй. Вот, здесь у нас 1 килограмм 800 грамм где-то, ну, можно на угол, так, на вскидку 1,8, 1,5, 2, ничего страшного нет. Потом нам понадобится 1 головочка чеснока, 1 головка лука, немного сахара, здесь приблизительно 1,5 столовые ложки, покажи, пожалуйста, здесь 1,5 столовые ложки сахара, вот. Ну, мы, естественно, не все будем использовать, и опять-таки при приготовлении данного салата мы ориентируемся на вкус, то есть готовим, пробуем немножко, смотрим, что того или иного элемента необходимо добавить. Понадобится растительное масло, соевый соус, у нас вот сан-сой, мне нравится именно вот опция такая, терияки, да, то есть соус соевый со вкусом терияки. Уксус яблочный, можно использовать классический уксус, да, соль. Мне нравится вот такая адгейская соль, она со всякими пряностями. Ну, естественно, сейчас мы еще добавим, то есть достанем обязательно красный перец, черный молотый перец, душистый. Все, друзья, это все, что нам понадобится. И самое главное, это как бы приспособление для того, чтобы сделать данный салат. Салат – это вот такая вот обычная, во всех магазинах продающаяся, я не знаю, овощечистка или овощерезка. Вот, в принципе, сейчас при помощи нее мы приготовим очень вкусный салат по-корейски. Поэтому не переключаемся, смотрим, записываем рецепт, готовим. И знаете, я всегда поражаюсь тем людям, которые берут в магазинах вот эти салаты. Я грешу, сам иногда его беру в магазине, но мне он не нравится. Мне больше нравится моего приготовления, потому что с детства я знаком с корейской культурой. И мне очень нравится, как вот корейцы сами делают морковь-ча. Это просто бомбовый салат. Ну, продолжаем. Сейчас начинаем с того, что моем и чистим морковь. Да, вот это, кстати говоря, терочка, да, тире, овощечистка. С одной стороны, ну, наверное, вы знаете, с одной стороны она чистит овощи, а с другой как раз она используется как функция терки. И для морковки по-корейски это просто находка. Я хочу сказать, что в магазинах еще бывают, допустим, морковка по-корейски с грибами, да, с шампиньонами. Морковка по-корейски со спаржей, да, то есть много-много сейчас вариантов различных, да. То есть это уже на ваш выбор вы можете там добавлять. Подожди, я еще добавлю вот чили-кинийский перец. Каенский, то есть. Каенский. И, безусловно, еще вот чего здесь не хватает, так это у нас черного классического перца. Ты нашел? Да, конечно, вот у нас есть. Камис, или как это правильно фирма называется, вот такой вот. Камис, да. Вот, он у нас немножко испачкался в карри, у меня там рассыпалось, поэтому... Ну, друзья, записывайте самый простой и самый вкусный рецепт. Поехали. Итак, начинаем все с того, что моем и чистим морковь. Это вот этой стороной, да? Это даже показали. И затем, после того, как мы помоем и почистим морковку, мы начинаем ее нарезать. Ну, я сейчас покажу, на такие слайсики, вот уже при помощи вот этой стороны. Если у вас есть какое-то другое приспособление, да? Да, там, да, сказка специальная. То есть вы можете натирать, да, нарезать с помощью нее, то есть как бы. Совершенно верно. Все, смотрим. Вот, друзья, мы почистили морковку, получается, да, помыли, почистили, еще раз помыли. Не факт, что ту морковку, которую вы покупаете в магазине, также тщательно моют. Почистили головушку лука, да, правильно? Не говорю. Вот, и сейчас буквально там 3-4 зубчика чеснока. Но я люблю, допустим, более такое пикантное блюдо, поэтому я 4, даже 5 зубчиков чеснока использую, да? Смотрите, морковку лучше брать достаточно длинную, да? Почему? Потому что когда мы ее будем натирать, чтобы у нас получались такие длинные ленты. Длинные морковные ленты. Сейчас я весь этот процесс не буду показывать, потому что он нудный и утомительный. Уже покажем сам факт того, как морковка окажется магическим свойством, нарезанная, натертая в кастрюльке. И вот так вот начинаем. Друзья, это самая, наверное, такая тяжелая, монотонная работа, но... Мужская, да, так скажем? Ничего подобного, потому что женщина должна на кухне работать, а не мужчина. Мужчина только по праздникам, там 8 марта, Новый год и там 7 октября, день рождения Владимира Путина. Шучу, у Екатерины тоже день рождения 7 октября. Но сегодня 6 февраля. Да, поэтому, ладно, меня попросили, говорят, сделай, покажи, как ты морковочку делаешь, и вот таким вот способом я вас сейчас научу. Ну, повторюсь, морковка будет классная. Вот если остаются вот эти вот такие вот пенечки, да, ну, от холода, скажем так, их не выкидываем, можно заморозить. И потом, когда готовите суп, ну, либо какой-нибудь овощной бульон, можно их использовать, да? Ну, да. И вот в эти минуты, я не знаю, почему-то я себя чувствую папой Карла, да, вот так вот стругаем. На самом деле, повторюсь, это очень утомительно. И можно повредить руки, наверное, да? Да, аккуратно, поэтому аккуратно соблюдаете все технику безопасности, да, то есть, чтобы палец себе вот туда, туда. Да, какой поцарапать, просто ты его туда возьмешь, и приготовишь морковку, морковча по-корейски с мясом. Вот. Ну, все, друзья, практически у нас морковушка готова. Остатки, повторюсь, морковки. Порезать, заморозить. Да, заморозить, и если там бульон готовите, можно кинуть вначале там с мясом, да? Кстати, хотел сказать, что всегда вот я, когда в детстве, моей любимой программой была программа СМАК, поэтому если... Как думаете, свой канал смотрит, Андрей Владимирович Магаревич, нет? Если вы смотрите, то вам привет. Вот. Итак, друзья, смотрите. Не пугайтесь, если даже объем морковки больше объема посудины, в которую, в которую вы, собственно говоря, ее стругаете, да? Теперь сразу добавляем немного сахара. Повторюсь, здесь где-то у нас полторы, может быть, две столовые ложки сахара. Чуть-чуть, вот, где-то одну столовую ложку мы сейчас туда насыпали, да? И обязательно теперь магия рук, видите, да? И начинаем... Ну, важно, чтобы руки были чистые, да? Если вы поковырялись где-нибудь, то вот этими руками не надо. Да, 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 вот у меня руки чистые, поэтому начинаем вот так вот. Вау. Жмыхать, короче. Жмых, боже. Мы начинаем жмыхать. Ну, короче, как салат с капустой. Абсолютно верно, да, чтобы дала сок. Вот. Вот это, видите, у нас уже какая она красивая, хрустящая. Самое главное, приготовлено по всем нормам санитарии. Вот, видите, объем уменьшается. Уменьшается объем. Вот. И у нас получилась такая, сейчас я подожди, кусочек берем и пробуем. Ммм, сам бы съел, да? Нельзя. Надо зрителю показать. Итак, и теперь сейчас ее руки помоем, и мы добавляем сюда сразу обязательно вкусную соль. Друзья, если морковка бывает разная, сочная, менее сочная, сладкая, несладкая, да, поэтому регулируйте вкус сахара морковки по вкусу, да? Вот. Сахар плюс соль дают такую потрясающую пикантную, потрясающий пикантный вкус, поэтому сейчас я буду насыпать соль. Да, вот, Екатерина говорит, не обязательно вкусную соль использовать, да, можно обычную. Крупную, да? Крупную, да, крупную. Или как, или мелкую лучше? Нет, лучше, конечно, мелкая фракция, вот так вот. Столовая ложка без горочки. Ну, повторюсь, дорогие магии, вы, когда это все делаете, вы жмыхаете ее, потом опять, да, и пробуете на вкус. То есть, опять магия руки, берем и хорошенько это все перемешиваем. То есть, соль, сахар по вкусу? Соль, сахар, абсолютно верно, по вкусу. Вот. Сейчас она у нас уже такая мягенькая. Дает сок, да? Бьет, да, ну, смотрите, ну, разве это можно сравнить с тем, что готовят в непонятных каких-то пластиковых контейнерах и продают в супермаркетах, да, там. К тому же здесь не будет у нас ни одного, ну, то есть, усилителя вкуса, различных консервантов. У нас все натурель, вот, яблочный уксус. Можно использовать обычный, но мне нравится яблочный уксус. Вот. Итак, теперь мы берем и добавляем чай, ой, столовую ложку уксуса. Друзья, уксуса очень важно не переборщить, поэтому давайте чуть-чуть вначале, где-то одну треть ложечки столовой, да, вот так вот. Вот иногда, кстати, когда покупную берешь, да, покупную там. Вот, чуть-чуть, подожди, секундочку. Чувствуется, что уксуса переборщили. Где-то, где-то, друзья, чтобы не переборщить, именно одну столовую ложку уксуса, да, ну, вот, и опять должны вот так вот хорошенечко мы все это пожать. Все-таки давайте будем пользоваться русским языком, да, а не вот эти пожумкать, еще что-нибудь, да. И вот пробуем, пробуем, какое же у нас, вот, слабо кислое, да, достаточно вкусное. И, друзья, очень важно, чтобы с уксусом мы не переборщили, его лучше потом добавить, добавить, говорю, да, добавить, нежели переборщишь сразу, и морковка будет у нас такая деревянная, почему, потому что слишком много уксуса, как консерванта. С таким явным уксусным запахом, когда иногда брать покупная, да? Да, 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 очень такая неприятная. Острая, от которой потом болит желудок. Ну, чуть-чуть буквально уксуса. Сколько ты добавил, получается? Слушай, вот я сейчас добавил, вот у нас такой яблочный, 6-ти процентный уксус, да, я добавил где-то одну столовую ложку, еще чуть-чуть, самую малость. Нальем. Ну, вот на такой объем, да, получается столовая ложка с небольшим, ну, с небольшим, да, грубо говоря, столовая ложка и там пол чайной ложки. Яблочного ложки. Яблочного только, ну, можно и классический. Можно и классический. Все, спасибо, мы продолжаем готовить, сейчас будем рассказывать о дальнейших манипуляциях. Так, у нас каенский перец, немного добавляем, ну, кому как, я, допустим, вот столько приблизительно где-то. Две трети чайной ложки добавил. Вот, теперь добавляем обязательно черный душистый молотый перчик, вот. Ну, ты так на глаз сыпешь, ты уже знаешь, что это. Да, вот так чуть-чуть где-то. Ну, пол чайной или одну треть чайной ложки, если, допустим, вы не очень любите перец, да. И вот так вот мы это все опять перемешиваем. Перемешали. Я всегда пробую на вкус, как это все получилось. Так. Ммм, великолепно. Угу. Прямо достаточно такой пикантный. И наливаем, прям сейчас вливаем где-то одну чайную, ой, одну столовую ложку соуса терияки соевого. Вот так, вот так вот. Можно по часовой стрелке, можно против часовой. Это как бы фэншуй не нарушит, да. И сейчас мы добавим обязательно 4 зубчика чеснока. Можно его просто нарезать, да. Ну, как делаю я. Я беру чеснок, приплющиваю его ножом, то есть достаточно сильно, по-мужски так. Потом нарезаю и 4 зубчика чеснока мы сюда сейчас добавим. А чеснокодавка у кого есть подойдет? Ну, можно чеснокодавка, у нас она тоже есть, но мне больше нравится таким способом, чтобы вот чеснок, он был явно выражен в салате. И нагреваем сковородку сейчас, добавляем туда масло, где-то грамм 30-50. И обжариваем лук полукольцами и потом даем лугу остыть. На подсолнечном масле? Да, конечно. Итак, друзья, сковорода, налили масло, где-то 50 миллилитров. Да, достаточно много. Да, вполне. Порезали лук вот такими вот полукольцами. Теперь это все аккуратненько будем обжаривать до такой хорошей, золотой, так как я не знаю, как назвать, структуру лука, да? Обжарки, обжарки, вот. Золотистого. Золотистого цвета. Вот ты правильно сказала, поэтому ты ведешь канал на ютубе, а не я. Вот, очень важно, да? Вот так это все аккуратненько мы сейчас пожарим. И уже покажем, что из-за того, что... Как будто я спалулся, да? Пожарим. Вот, да, пока у нас лук жарится, мы приступаем к чистке чеснока. Сейчас я это все сделаю. И уже покажу чеснок непосредственно в салате. Так, вот у нас чеснок. Ну, это все. Так, в одном канале я смотрел, там такой странный мужчина, он говорит, перемусякиваем это все. Вот, ну, наверное, перемусякиваем. Ну, там такой мужчина, знаешь, он своеобразный. Брутальный, наверное, да? Да, не, не брутальный, там походу с головой. Вот, вот так это все. Видите, какой у нас и сок образовался. Ой, фантастика. Сейчас еще добавим сюда лучка, после того, как он хорошенечко прожарится с маслом, да? И остынет это все. Опять перемешаем, дадим постоять, охладиться обязательно, друзья. Можно добавить, если у вас есть такая возможность, я вот реально не купил, кунжутные семечки, да, можно добавить еще кунжутных семян. И будет просто бомба. Ну, когда есть, мы добавляем, да, ты же добавлял? Добавлял, конечно, но сейчас, сегодня у меня их нет, поэтому, поэтому так. Добавляю лавровый лист, но смотрите, он у нас сухой, чистенький, вымытый, как будто из баньки, да? И аккуратненько я его всегда закладываю на дно, почему? Потому что пока он сухой, не пропитался еще морковочкой, да, он имеет свойство ломаться. Ну, и чтобы все-таки был вкус у нас, он должен немножко размякнуть, и как бы вот, когда мы будем настаивать... Он будет отдавать вкус, да? Обязательно, да, но лучше его сейчас не крошить, то есть просто положить, заложить на дно, да, ну вот, и пусть он у нас там находится, пока жарится у нас лучок. Ой, какой красивый чей-то лучок, а это наш лучок, да? Ой, смотри, фантастика. Ну, еще не совсем золотистый? Нет, не совсем золотистый, но, кстати, он придает такой мягкость салату, да, он мягкий, он обволакивает салат вот своим маслечком там и тельцем, луковым тельцем, да, поэтому он такой вот фантастический, красивый. Ой, слушай, смотри, как красивый шкварчик, ой, смотрел бы, да, работать надо, да. Я же остаюсь инкопнито, поэтому будем показывать лук. Вчера был эфир, и поступает много таких вопросов ко мне, как мои близкие, дочка, муж, мама, папа относятся к собакам, да, вообще к ЭКО, потому что, ну, не получается. На самом деле, я понял твой вопрос, да, и как бы предвижу то, что ты дальше хочешь сказать. Я могу сказать следующее, да, вот мужское такое мнение, ну, мое во всяком случае, я за всех мягчений могу говорить, ну, на самом деле, я думаю, что, блин, это грандиозно, конечно, выкачка денег идет с людей, ну, вот, и вся эта система здравоохранения, да, платного здравоохранения вот этих всех допов, да, в качестве ЭКО. Поэтому, ну, вот, у меня, мне кажется, что процент, там, оплодотворение, да, и рождение ребенка, да, КОЛИКО, он достаточно очень низкий. Вот, ну, по моим сугубо личным каким-то наблюдениям, я просто, ну, процентов 27, может быть, там, 20, не знаю. Ну, не чем 50, не, я думаю, изначально, да, когда, то есть мы начали заниматься вот этой процедурой, я думаю, ну, там, первый, второй, раз, третий, ну, точно получится, да. А потом начинает все угасать, угасать, как-то начинаешь больше разочаровываться в этом, и я думаю, что процент очень маленький, а инвестрия большая. Ну, вот, допустим, сколько получает врач репродуктовый, да, я знаю, что какие-то космические деньги, да. Ну, сравнимый, давай, сравнимый с КВСом воздушного судна, да, где-то 300-400, может быть, и больше. Даже до 600 тысяч доходит в Санкт-Петербурге, Москве, по данным Росстата, по-моему, за 21-20 год врачи-репродуктологи обошли пилотов самолетов, потому что пилотом понизили, как бы, охват, а эта сфера, она растет, она набирает популярность. Я сама подумаю, откуда у людей, то есть, если сам репродуктолог получает такие деньги, да, это, следовательно, индустрия должна с кого-то эти деньги брать, с кого, с пациентов, да, поэтому они сюда, конечно, они заинтересованы в том, чтобы выходили, ну, безусловно, ну, вот, по поводу того, что забеременеет или нет, я не знаю, ну, как, есть такая поговорка, да, раз в год и палка стреляет, поэтому, если трубочкой переносить что-то куда-то, да, ну, может быть, по методу, ну, какого-то случая, может быть, что-то и произойдет, но я, допустим, как-то уже начинаю разуверяться вот в этой всей процедуре и во всей этой затее, на самом деле. Ну, вот, вы слышали, дорогие друзья, мнение моего мужа. Да, я считаю, что это выкачка денег, вот, идет, поэтому по возможности старайтесь, конечно, естественным путем это все делать. Я понимаю, что существуют какие-то медицинские противопоказания, ограничения, там, инвалидности и прочее, да, Ну, отсутствие труб, например, да, 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 но все равно, мне кажется, что, блин, ну, я очень, да, очень сильно, я в этом разуверился, честно, сказал, ну, да, потому что... Ну, с каждой неудачи, конечно, вера гаснет. Да, 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 и поэтому вот мой лично, как бы, мое мнение, что, ну, может, процентов 20, там, удачных таких-то... Протоколов, которые заканчиваются рождением детей, именно, да, потому что у нас тоже был удачный, но... Ну, как удачный, да, удачный бы бегал, не знаю, а это там что-то как-то где-то, а потом это все вышло, вышло, да, это уже не то, на самом деле. Поэтому, ну, я всем искренне желаю, чтобы у вас получилось, да, я не хочу там разуверять вас в этом. Мне кажется, ну, мой лично, вот, раз спросили, я отвечаю, что, я считаю, что процент удачного ЭКО крайне мало. Но когда ты считаешь, надо остановиться на какой попытке, или, я не знаю, на каком возрасте? Не знаю, человек сам должен решить. То есть, каждый сам решает? Безусловно, у него есть какие-то противопоказания, у него есть какое-то видение, да, в своей жизни. Я не могу сказать, что там в 30 можно прекратить, или там в 56, да, я не знаю. Каждый человек должен сам решать, потому что все-таки это гормоны, это риск, каких-то раковых заболеваний, да, и прочих моментов, поэтому, да. Я хочу сказать, что, да, вот, муж мне говорит, давай, уже давно, давай, завершая, да, уже где-то, наверное, год говорит об этом. Потому что это все чревато. Безусловно, конечно. Это такие лошадиные дозы гормон используют, да, там отключают гипофиз, какие-то прочие, да, функции организма нарушают, что, не знаю, это не может пройти безусловно. Безусловно, безусловно. И хватит уже говорить, чтобы там ребенка используете там для яйцеклеток, ребят, но это несерьезно на самом деле. И это уже порядком утомилом. Ну, дождь бы, имеешь в виду, да. Да, утомилом, и как я могу, там, мы можем яйцеклетки брать ребенка, ну, по сути, это ребенок, конечно, да. Не как-то вот это все чисто даже с эстетической и с моральной точки зрения, это будет ребенок, даже если он родится, да, чисто гипотетически, это будет, ну, как-то неправильно. Вот этот социальный вот этой вот иерархии, да, я не знаю, кем он будет, внуком, сыном, да, там, еще кем-то, это очень сложно. Ну, это сложно, чисто психологически, морально, да, ну, и плюс. Да, затеи на отрезок указываются. Да, и даже не рассматривали. И этим даже слушать вот эту всю историю, там, возьмите яйцеклетки дочери, ну, это ерунда какая-то, ребят. Ну, на самом деле, кто-то берет, даже, может быть, кто-то из звезд наших берет, есть такие подозрения у меня, но это уже, как бы, может быть, более во взрослом возрасте. То есть это касается лично каждой семьи, да, подозрения, да, ну, это подозрение, пусть остается, ну, при нас, да, так скажем, мы можем только догадываться, да, ну, не навязывать его никому. Вот, друзья, смотрите, вот такой вот у нас лучок, золотистый, красивый, теперь, повторюсь, даем ему остыть немного, да, вот, и после этого вливаем его в салатик, вот, и уже покажем готовое блюдо вам. Да, конечно, покажем готовое блюдо, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить, что там делали видео, но я не ютубер, я не ютубер, я просто... Все, 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 смотри, он все же сейчас пережарится, нет? Нет, это все такое, знаешь, как в китайской кухне, должна такая немножко красота, золотистого лука быть. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И покажем в конце новое блюдо, готовое, готовое блюдо, очень вкусное. Всем советую, рекомендую, всем здоровья, удачи, любви и, ну, осуществления ваших мечт. Все. Дорогие друзья, вот такое готовое блюдо получилось, естественно, объем вышел намного больше, это мы сейчас положили, чтобы попробовать. Смотрите, какая прелесть. Вот, ну, по сути, надо настояться дать, да, и... У нас настоялось, но немного надо, чтобы в холодильник поставить, да, но мы добавили сейчас уже сюда лучок с маслом, да, все перемешали, дали немного остыть, но лучше всего, конечно, дать, постоять этому салату в холодильнике, да, и где-то буквально через пару-тройку часов. Просто восхитительный, великолепный, вкусный, здоровый, пикантный салат, корейский морковь, чай, еще раз назову его.